Новое погружение. Как попасть на крышу Газэ МГУ? Поэзия объединяет. Американские и русские студенты записали ролики на любимые стихотворения. Зажигательные ритмы на журфаке. Как прошел джазовый вечер? МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На конференции по традиции наградили победителей конкурса медиаисследований. Максим, ты пойдешь со мной гулять по крыше Газэ МГУ? Наверное, нет. Я высоты боюсь. Ну, тогда ты точно должен пойти. Прогулка на самом деле виртуальная. Это еще один проект разработчиков VR МГУ. Помните, мы уже гуляли с вами по Старой Москве. В этом проекте цель — побороть страх высоты и насладиться красотой Москвы с крыши нашего университета. Да, на реальную крышу вряд ли попадешь. Ну, это мы сейчас увидим. Прогулка по крыше главного здания МГУ — это еще один проект лаборатории виртуальной реальности нашего университета. Задуман он не ради развлечения. Цель — побороть страх высоты. С этой точки зрения, конечно, в виртуальной реальности есть значительный положительный потенциал в области применения, например, при коррекции фобических расстройств, вообще при коррекции даже всех тревожных расстройств, при аффективных расстройствах, даже если мы возьмем более широкие классы, что подтверждается значительным количеством исследований в этой области. Чтобы попасть на реальную крышу ГУЗ, нужно только найти правильный выход. Нажать кнопку лифта, подождать и... Вуаля! Москва с высоты 300 метров прямо перед нашими глазами. Нереально. Я на крыше главного здания МГУ, а вот высота там и там кажется действительно реальной. Но давайте посмотрим, как она выглядит в другом виртуальном мире. Давайте посмотрим, как это работает. Если для прогулки по старой Москве нужен был только VR-костюм, то здесь не обойтись без дополнительных конструкций. Идея смешанной реальности в том, что элементы одного начинают пересекаться с элементами другого. А именно, перенос реальных движений человека в виртуальное пространство. То есть, когда мы видим свое собственное тело, мы двигаем своим собственным телом, и при этом в виртуальной реальности происходит все то же самое. На костюме есть специальные датчики по периметру камеры, чтобы отслеживать каждое движение с точностью до миллисекунды. Здесь используются две системы трекинга. Первая система – это оптическая, вот с такими вот датчиками. Вторая – это система на инерциальных датчиках, которые установлены непосредственно внутри элементов костюма. Мы используем информацию с этих двух источников, комплексируем ее и получаем идеальный трекинг. Разработчики пытаются найти вариант, как удешевить производство костюма, чтобы такое погружение лекарства от хобби было доступно всем. Однако шлем нельзя долго использовать, опасен для глаз. А сама виртуальная реальность может спровоцировать головокружение или даже тошноту. Удивительно, но мозг действительно верит, что я на крыше главного здания МГУ. То есть реальное, виртуально. Задание – пойти по вот этой тонюсенькой жердочке, которая к тому же еще и трясется. Но главное – побороть свой страх и сделать последний, завершающий прыжок вниз. Реальное, виртуально. Да, главное, что безопасно и эффективно и может побороть любую фобию. Слушай, Таня, ну как, расскажи, тебе понравилось? Мне было страшно, потому что жердочка ширины примерно вот такой. И когда ты на нее становишься, она так сильно трясется, что я ощущала себя как будто в самолете. Но зато я поборола свой страх высоты и тебе того желаю. Спасибо. Теперь коротко об основных событиях недели на нашем факультете. О Дон Кихоте и испанском романтизме. Две лекции на английском языке прочитал студентом преподаватель университета Гранады. Рафаэль Карион Ариас. Особо полезны эти знания перед наступающей сессией студентам второго курса. Можно ли заработать в СМИ? О карьере, зарплате и правильном поиске работы рассказал в своем мастер-классе руководитель СММ редакции Москва 24 Егор Васильков. Главное, по его словам, честно оценивать собственный потенциал. Чтобы начать зарабатывать, нужно идти в банк, как я это уже сказал. Чтобы идти и зарабатывать опыт, нужно стараться искать команду и людей, которые тебе в этом помогут. И не надо стесняться своих собственных желаний, надо быть честным с собой и с окружающими людьми. Вот, в принципе, и все. Александр Блок и Чарльз Буковский, Евгений Евтушенко и Эмили Диккенсон. Вечер вторника стал поэтическим и необычным. На факультете награждали победителей международного фестиваля поэт с киноаппаратом. Стихи в городе и стихия города. Для участия американские студенты снимали видео на стихотворение русских поэтов. А студенты факультета журналистики – ролики на англоязычные стихи. Задание включало не только работу с видеоматериалами, но и перевод зарубежных стихотворений на родной язык. Мне всегда интересно, когда молодые люди что-то делают не из-за того, что их заставляют, потому что это какое-то задание учебное, его надо сделать, иначе ты не получишь зачет, или тебе не поставят экзамен, потому что надо. Когда люди что-то делают, потому что им это интересно, потому что они это делают для себя, для души. Мне кажется, что это очень важно, и это очень хорошо. Победители выбирали вместе с зарубежными студентами. Первое место у Светланы Матюшиной. Она же получила от американских студентов приз зрительских симпатий. А гран-при фестиваля у Элизы Данте. Скромно отметим, что обе девушки – члены команды «Маховой 9». Поздравляем и гордимся. Далее в программе. 24 кадра весны. Поздравим победителя в нашем конкурсе операторов. Подарки во время сессии. Вы не ослышались. Сразу два спектакля от Абула Расса. Один из них – юниорский. Яркие наряды, громкая музыка и отличное настроение. Поделимся лучшими моментами душевного вечера. Сегодня мы завершаем серию рассказов о медиапроектах наших четверокурсников. Фотографии, видео, музыка, текст – все это имеет авторские права. Как защитить неощутимое? Над этим задумались студенты, создавшие проект «Мое право». В нем выпускники подробно рассказали и показали, как действуют правовые нормы в журналистике и почему это так важно. Основная суть моего проекта заключается в том, чтобы человек, который захочет использовать чужую фотографию, чужую песню, он сможет обратиться к моему сайту, к моему проекту и узнать все, что ему понадобится. То есть год написания, создания, кто правообладатель, кому сейчас принадлежат права, имя автора, как связаться с автором. Я считаю, что мой проект достаточно в социальной тематике, которая сможет улучшить правовую ситуацию в нашей стране в лучшую сторону. Выбрать фильм для просмотра порой бывает непросто. А вот создатели проекта «What the film» не задумываются над тем, чтобы посмотреть. В своем информационно-развлекательном паблике о кино они рассказывают о фильмах, которые нравятся им самим и которые, по их мнению, достойны дойти до более широкой аудитории. Четверокурсники планируют сделать проект еще более интересным и познавательным. На самом деле мы пока будем развивать его на платформе ВКонтакте. Посмотрим, будем наращивать аудиторию, потому что пока мы не покупали рекламу особенно, все своими силами через друзей, друзей, друзей. Сейчас вот закончатся госэкзамены и сдача дипломов, и мы планируем заняться им более серьезно. Посмотрим, если это пойдет хорошо, если эта идея будет интересна людям. Может быть, мы создадим свой собственный сайт и сделаем большой портал о кино. Желаем всем нашим выпускникам удачи с их проектами. Таня, а как ты проверила прошлую субботу? Прекрасно. Готовилась к зачетам, писала курсовую. А ты знаешь, что кто-то в это время пел и танцевал? Лучшие моменты джаза на маховой в нашем сюжете. Мы дарим просто воздуху, Москву, эту атмосферу, эту музыку. Люди приходят, они улыбаются. И прослабление перед сессией, все веселятся, общаются. Атмосфера американского джаза, такого прям родного, все по-настоящему, как надо, и я доволен. Еще, кстати, радует, что здесь с улицы подошли прохожие иностранцы и тоже с нами проводят время на этом празднике. Это показывает уровень этого мероприятия. Для всех открыт вход, и все могут насладиться музыкой, потанцевать. Это один из любимых моих стилей. И, мало того, что он очень сложный, но когда люди поют действительно круто, это кайф для ушей, для слуха и для всех. А теперь в одной долгожданной премьере. Уже 22 мая в 19.00 на сцене 201-й аудитории острая история о неосуществившейся женитьбе в постановке «Табула раса». Целый семестр актеры театральной студии интенсивно репетировали. Результатом стало недрадиционное прочтение классической комедии Николая Васильевича Боголя. Это, кстати, режиссерский дебют начальника третьего курса Руслана Александровича Подубцева. Для нас важно не социальное в этой постановке, а, скажем так, экзистенциальное. Поэтому мы добавили к жанру слово «экзистенциальная комедия». Не просто комедия, а экзистенциальная. То есть нам интересно подсознательное, нам интересно что-то нерациональное выявить в этой истории. Вот это мы пытались сделать. Так что будут сюрпризы, не буду сейчас об этом говорить конкретно, но, повторяю, чувство меры прежде всего. Количество мест ограничено. Не забудьте зарегистрироваться на сайте факультета журналистики. Еще одно театральное событие. Премьера спектакля «Эксперимента. А как любите вы?» по мотивам рассказов Антона Павловича Чехова. В качестве актеров и режиссеров себя проявят ребята из школы юного журналиста. Они представят бессмертные сюжеты русского классика в постановке художественного руководителя театра Екатерины Бекуловой. Премьера 31 мая в 19.00 в аудитории 201. И еще один анонс. 1 июня факультет журналистики ждет всех, кто когда-то считал это место домом. Традиционный вечер выпускников начнется в 17.00 в 201 аудитории. И продолжится во дворе у памятника Ломоносова в 18.30. Приходите. Помните, в начале апреля мы объявляли конкурс операторов? 24 кадра весны. Да-да. А заданием было снять зарисовку весна на Маховой. Так вот, в нашем финальном выпуске учебного года мы готовы объявить имя победителя. Им стала студентка первого курса Анастасия Свешникова. И вы только посмотрите, какие кадры она отыскала у нас на Маховой. Возможно, и вы попали в объектив нашего нового оператора. Анастасия Свешникова Анастасия Свешникова Как и обещали, вместе с лаврами победы присуждаем приз с нашей символикой. Настя, вот эту кружку можно забрать в нашей редакции, а заодно познакомиться с командой. Кстати, о команде. Весь этот год для вас с удовольствием работали студенты первого, второго, третьего и четвертых курсов нашего факультета. Для кого-то этот сезон стал дебютом и лишь началом профессиональной карьеры. Для кого-то успешным плацдармом для ее продолжения уже во взрослой жизни. Нашим дорогим четверокурсникам Ирине Великой, Полине Викулиной, Екатерине Винокуршиной, Ангелине Гавдорохмановой, Ксении Коржовой, Артему Гусеву и Всеволоду Селиверству мы сегодня говорим спасибо и в добрый путь. Впрочем, не исключено, что еще увидимся. С вами были Татьяна Якимова и Максим Титов. Успешной вам сессии, ярких каникул и до встречи в сентябре. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok